осталось 16 километров находимся в москве на мкаде там сам шестнадцать заходит еще немножко вы все нормально 4 все все давай но так друзья все это выглядит ночуем здесь погрузка будет у нас только завтра мы ждали завтрашний день каждый день ждали завтрашний день мы прячем глаза за шторами вверх в наших глазах крики вперед в наших глазах окрики стоят в наших глазах рождение дня весна огня в наших глазах звездная ночь в наших глазах потерянный рай в наших глазах закрытая дверь что тебя нужно выбирать короче пока нас грузят я тут решил мусор вынести вспомнил что мусор еще лежит в кармашке левой двери подошел его сюда забрать в итоге взял в руки салфетку и начинаем чистить руль как это всегда бывает придешь где-то мусор убрать либо чуть-чуть протерешь и потом оттираешь всю машину подсниму немножко этот момент да ладно в ютубчик короче братва ковшик такой вот грузин ковш здоровый где-то тонна 200 тонн на 300 фиг его знают как его крепить вот с парнями немножко так и шили двумя ремнями короче стянуть весна одет по-весеннему еще немножко привет привет вот такие вот ребята у нас тут он реально огромный да по факту зашел сюда вообще нормально такой мощь натуре мощь по-весеннему сейчас посмотрел короче ремешки на вот такие вот моменты где-то что-то погрузка выгрузка я не марал свою вот эту вот качки просто одевал бусеру и все все погнали сейчас посмотрим вес почти все закидали так чуть-чуть отъезжая проверяем весы так информация нагрузка на ученик ставлю 11 и 2 ведущая 5 и 5 на прицепе 11 и 2 на ведущую 5 и 6 там тяжелые еще на хвосте нет будет есть но сейчас посмотрим может справиться может теперь назад мне там кто не подскажет я не могу доехать все 11.2 ведущая, 5.9 прицеп. Еще на жопу 3 палета где-то, 3 поддона погложит. Не знаю, пойдет ли он, блин, 11.2. Так, друзья, на улице хорошо офигеть. Я уже вон все во всем летнем, весеннем таком прикиде. Гоняюсь ключиками по территории склада. Сейчас нашего малыша загрузит. И поедем мы в сторону дома. Завтра надо на ремонт. Вот, здесь где-то есть буфет. Сейчас зайдем в буфетик. Сейчас, может, к чаю перекусим. Что, друзья, все, закидались. Интересно, что по весам. Мне, да, вам, конечно, пофигу, но может тоже интересно. 10. Ведущая, 7.5 на прицепе, вообще отлично. 10.10.1. Спасибо. Время 4 часа, Москва. От кого-то комментарий пришел, онлайн не прочитаю. Вчера видел, да, с наклейкой... Марсель, да, написал? С наклейкой... Автолайф проезжал каучково в огрыском районе. Но это были не мои. Драйв, что-то снял. Что, как развернемся? Сразу здесь, да? Ты знаешь, Надя, да. Надя, да. Не знаю, что-то. Не знаю, что-то. Так. Это у нее сейчас забык. Сейчас хвостик немножко пройдет. До 5-тонечек или что-то 10-тонечек. Дим, будем участвовать. Примерно сейчас золотая. Да, все отлично. Это никакой никакой неравстрюник, который пригодил к тебе в коляске и скалоприемником, торчащим на заднице. А вот, малышка, блин, где она? Где ты, малышка? Не зацепим тебя хвостом. Не должен, не нормально. Лучше так их не оставлять. Лучше вдоль забора их стоять. Хвостами мы длинных не шоркали. Тут такой, друзья, выезд вообще как письмо. Он очень-очень не нравится. Видите, здесь все с правой стороны по бордюрчику ездит. Тренажка здесь здорово проходит, а шестналь вот нифига. Я вот хвостом боюсь еще вот эту херню зацепить. Мне-то важны, конечно. По максимуму так вытягиваемся. В этот раз даже попали, нифига себе, в поворот. Здорово. Все, стартуем на выезд, друзья. Вам хорошие дороги, вам приятного просмотра. Вот это встреча, блин. Камазик. Сейчас, я думаю, мы здесь с ним разъедемся. Я правее, что ли, немножко возьму. Он нифига, он туда пойдет, что ли? Тут уже очень большая ответственность. Я ничего не знаю. Камаз, он решил туда отъехать. Ты-то давай, приезжай. Сюда, приезжай. Таксист, давай куда-нибудь девайся. Я не знаю, куда-нибудь девайся. Короче. Коза, нет? Ты никакой никуда не родственник, который приходил к тебе в коляске искал. Друзья, всем привет. Еду в сторону базы, друзья. Один, Артур остался пока дома. Там идут тележки. Вот. Сейчас на базу надо будет заехать и встать на ремонт. Конечно, машину еще якобы помыть надо. Но она вообще чистая. Я бы вот ее реально не загонял на мойку. Она реально чистая. Фиг его знает, зачем ее загонять. Нет, стой, пайп, ты не успеешь. Надо вот накладки поменять. На прицепе посмотреть. Переднюю рулевку что-то живет. Короче, надо посмотреть, почему ее живет. Сейчас приедем. Соберемся. Короче, заезжаю на базу. Время 11 минут. Час 11. Мойка была у меня на час. Так. Сюда же, да, сюда. Мойка, запись на час была. Заезжаю час 11. Как всегда, когда торопишься, куча тихоходов. И никто не едет. Нифига. Ты что, браток, тут встал? Блин, мойка у нас, не помню, крайняя, да, по-моему? Или... Или сюда, я что-то так. Не помню. Нифига. Или мы знаем. Оказывается, левая занята, сейчас в серединку заеду. Парень, наверное, смотрит, скажет, что его мыть, он чистый. Да я сам, братан, не знаю, что у меня мыть. Я чистый, да. Вот ты. На мойке в 3 часа запись, камин он нормально успеть должен. А, прицеп здесь оставить, денете. Что еще ехать? Нейтраль. Ручник. Тачку глушу. Все. Сейчас, короче, пока они будут мыть, надо сбегать, наверное, документы оставить. А вообще лучше позвонить, куда заезжаете, в бокс на ремонт спросить. Так, окна все закрыты. Документики, документики. Всякие с веществом возьму. Все, мойка пошла. Чистенький будет. Ну, он и так чистый, короче, но на ремонт, видимо, надо все равно еще мыть. И все, вот он красавчик, чистый. Коврики отмоем. И будем разбираться с ремонтом, куда там всего загонять. Единственный у меня вопрос был, она считай груженая, мы до верха ее не моем, где-то до сюда моем. Ворота задние полностью, интересно, мыть надо или нет. А что же, не красиво, конечно, сверху осталось. Низу помыли, и горку не мыли. Все, машинка чистая. Блин, красотень вообще, драйв. Ключник снимаем. Парням большое спасибо. Поработали, отрабатывали, помыли. Сейчас будем звонить нашему механику. Спрашивают, что там делать. Дядя Коля скажу, что там делать дальше, как быть, куда прицеп загонять. Фу, блин, кое-как расцепился. Друзья, вот он, длинный самый стоит у нас. Это седло дурацкое, вообще нифига не расцепляется. Я пипец как задолбался, просто офигел. Никита потом подошел к вону, и что говорит, я говорю, вот, не расцепляется. Немножко вперед-назад сдавал туда-сюда, по нему вверх-вниз дергал, короче. И потом она кое-как, друзья, вышла. Это вот скоба из-под седла, которая при расцеплении, там есть скоба такая. Время 2 часа 30 минут, в 3 часа у нас запись в камеоне, все, я полетел в камеон на башке. Все, понимали. По ежевскому на голове катаюсь. Прикольно, прикольно. Я иногда задумывался купить себе вообще вольву так тягачить. И по делам, по мажгелся кататься. Круговое движение, первый съезд. Первый съезд, это значит, отсюда на проволок сразу. Ну, давай, 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 встаем. Здесь надо пропустить. Давай, 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 проходи. Прямо 4 километра. Блин, она одна вот, когда, да, работает без прицепа, такая дерзкая, блин. Торможение, ускорение, все резко. У меня телефон раза два уже точно упал с полки, короче. Камеон, камеон, камеон. У меня чистая машинка. Мне ехать надо туда уже. Куда-то вот треножкой летишь, а? Ты видишь, вот что я еду, да? Нет, надо меня поджимать. Все равно не вытянешь против. Ну-ка, тапку в пол, да фиг, пошел обратно. Мы здесь как-то выгружались. Я еще в отеле работал. Вот сюда, по-моему, заезжали или куда ли. Ну, короче, тут вообще-то жестко мы выгружались в таком месте, блин. Проскальзывал пишет. Афигеть. Ну, что это, на седло нету вески. Ох, двигатель как спереди стоит. Верните направо. Короче, сейчас будем искать где этот камеон. Еду сюда первый раз, друзья. Пока еще не знаю, где он. Через 300 метров на светофоре поверните налево в Копровый проезд. А, бегом. Все время не терпится, не терпится прям вообще ужас просто. Сейчас налево. А где-то с правой стороны будет камеон. Лидер-трак. Поверните направо. Во двор. Лидер-трак. Ситрак-даф. Куда ехать, я не знаю. Эту тачку надо припарковать и сходить. Оформиться, что ли. Думаю, туда вот сейчас одного паренька закроем, что ли, да? Ненадолго же мы. Я думал, он сейчас не будет выезжать. Стоп, хорошо. Так, машину надо к подъему было подготовить на всякий случай. Очки сюда положу, зажигалки сюда закину. Мелочь. Прибрать, то потом фиг его соберешь. Все нафиг. Так, все сверху не... Сверху не всего убрал. Кофта, если даже упадет, ничего страшного. Все, он туда скидал. Так, сумки. За кресло. Надеюсь, не вывалятся оттуда. Так, вот все это закрою. Мелочь блинкую положить. В карман джинсов положить, Сервио. Мелочь. Сигареты без понтовым. Такими пончами, да? Это сюда. Зарядку надо на всякий случай с собой взять. Этот телефон, нафиг я узнает, сколько сейчас мы это все провозимся. Эта штука у нас приклеена, никуда не денется. Планшет тоже никуда не денется. Я думаю, что... Все, значит? Вроде все. Так, машину оставляю открытой. Музыку выключу. Машину оставляю открытой. Вот, пойду в комнату отдыха. Будем ждать, сколько нас это все проремонтирует. Лишь бы все получилось. Вот она, короче, внутри жрет резину изнутри. Сказали, возможно, шкворень. Не знаю, что возможно, что невозможно. Вот эту я, друзья, хотел вам объяснить, как она правильно называется. Кое-как выдернул, чтобы просто цепиться. Надо будет светло помазать потом, прежде чем цепляться с прицепом. Вот и все. Все. Ждем. Тачку не закрываю. Стоит. Стоим, сидим, ходим, воду пьем, ждем. Время 3 часа. Почти по Москве местного значит 4 уже. Офигеть. 4 местного времени, да? Это, считай, сейчас тачку заберу. Поеду на базу. Надо бы поехать на базу, позвонить, наверное, никого, механику, спросить, что прицеп сделали, не сделали. Надеюсь, что сделали. Чтобы времени не терять, сегодня зацепиться. Надо еще заправиться, друзья, и документы сдать. Вот. Сегодня цепляться и все. Алга. Дальше. Восток. сходил туда, покушал, короче, вот в этот, как это назвать-то даже. Типа торговых рядов каких-то, строительных, что ли. Там есть узбекская кухня, ничего, в принципе, нормально. Иду обратно в сервис. Короче, тачку сегодня не сделают, братва. Вообще, офигеть, я уже тут лежу, просто засыпаю. Тачку сегодня не сделают, надо там шкварню делать, сайлентблоки, что-то. Короче, тягу какую-то заказали. Фиг за, сколько нам вот идти. Ну, вроде пока сказали без тяги обойдется. Сделаю так. Ну, что, где пульт от телевизора? Ах, нет. И, короче, сейчас за мной Артур приедет. Поеду сегодня домой, потому что машина разобранная, стоит в сервисе. Вот. Ночевать, естественно, в Жизке больше негде. Вот такие вот братва дела. Так что, сейчас Артур за мной приедет, полечу домой. Вместе с ним уж. А завтра, как позвонят, что машина готова, стартуем сюда, забираем машину, цепляем прицеп, и все, полетели на работу. Надеюсь, что так оно будет. Ну, вот опять, считай, саленблоки сделают вот эти, с крышек варней. А какая-то тяга там еще, которая заказана, идет, получается, обратно надо будет, когда на Москву идти, снова в сервис заезжать. Капец. Такие дела. Время московская. Самое, что прикольное, короче, блин, вот. Я сейчас нахожусь в чужом городе, можно сказать, да? Как бы, сходил, покушал на свои деньги, здесь никто тебя ничего не кормит. Придно, при всем, мне здесь, в этот день, мне суточные не идут, короче, вот этот, вообще, я, конечно, вообще не понимаю, нифига. Как так, я же тут, не знаю, не в свой кайф нахожусь, блин. Ремонтируешь, получается, машину компании, а тебе за это еще суточные не плачут. Интересно, блин. короче, все, я дома, но, как всегда, не открывают. ждем звонка завтра и потом поедем за машиной. до сих пор, не вставай. Вот. Вот.